всем привет и это видео о покупках сделанных мой в месяце сентябре первая покупочка пришла ко мне от маришки это была не закупка я брала товар из наличия и давайте быстренько покажу вам что же ко мне приехала я потихонечку скупаю все из коллекции гаванна от примы мне что-то она так запала в душу я как-то даже не смотрела раньше в эту сторону но мне очень понравилось сочетание цветов тут и я решила вот кое-что прикупить и в этот раз это были наклейки вот так вот выглядит второй листик тут два листочка и написано что 55 наклеек в основном это фразы даже мне кажется что тут все фразы а фразы я использую очень много очень часто и поэтому думаю что эти наклеечки у меня быстренько уйдут еще из наклеек я взяла вот такие вот замечательные наклейки от doodlebug я тоже долго долго смотрела на эту коллекцию и вот решила взять наклеечки тут два листа сколько наклеек не написано но как видите их достаточно много сейчас я открою и покажу второй листик вот такие вот наклеечки идут в наборе очень яркие с фольгированием и относительно небольшие как мне и нужно потому что например для project life я люблю использовать наклеечки поменьше и из этой же коллекции я взяла высечки тут целых сто один элемент и также высечки идут с фольгированием давайте их посмотрим поближе вот здесь все как будет и это 2 2 2 2 3 3 4 5 5 5 5 7 7 9 12 вот этим можно сказать надо какое-то 2 9 9 9 9 9 9 10 10 км поделом оттенrive мы могу с этим добавлять Очень много элементов, признаться, я даже устала их перебирать, и особенно меня порадовали вот эти элементы на пленке. Смотрите, смотрятся волшебно, как классно, листочки, элементы достаточно стандартные, можно использовать в любых, мне кажется, проектах, печать хорошая, качественная, все ровненькие отступы высечек, посмотрите, отступы идеальные, вообще, конечно, по качеству суперские высечки. Не жалею, что их приобрела, и планирую их использовать на кальке, ой, не на кальке, на пленке, на ацетате высечки. И планирую их использовать в своем Project Life и в других летних ярких проектах. И еще я приобрела вот такой вот набор высечек, тоже на тему лета, но уже от Simple Stories. И тут в наборе, не вижу сколько элементов, а нашла 52 элемента. Давайте посмотрим теперь их. Зелёный стол. Вот так вот. В тренде ушедшего лета фламинго, листочки разные тропические, вот такие, такие и много-много чего, что уже мелькало у разных производителей в этом году. Также я заказала вот такую вот резинку, обычная тонкая резинка, но розового цвета. Я когда делала тревелбук в стиле Мидери, оказалось, что у меня нет розовой резинки, а мне она была нужна, пришлось заменять ее желтой. И вот теперь я купила, чтобы у меня была и розовая в запасе. И в подарочек Марина мне положила вот такую вот карточку, я так понимаю, что это прима, бабочку и золотые скрепочки. Спасибо за подарочек, очень приятно. И не обошлось в этом месяце без покупок из моего любимого уластных хендмейд. У меня был день рождения в конце месяца, а в этом магазине, если делаешь заказ за 5 дней до или за 5 дней после дня рождения, там скидка 20% на все и 15% на инструменты, что-то такое. И я не могла удержаться и заказала. Вообще заказ я делала из-за вот этого шикарнейшего кожзама. Я полностью его пущу на обложку и думаю, вы скоро увидите эту красоту в действии. Это красивущий, просто переплетный кожзам с вот такой вот деревянной фактурой. Выглядит потрясающе. Взяла себе вот такой вот красивый лист из коллекции Wild Heart. Посмотрите, как шикарно листочки поблескивают. Это идет как кардсток, что ли, но он достаточно дорогой и мне интересно его пощупать. Видите, он отдельно упакован и идет вот так вот продается отдельно в пакетике. Да, он достаточно плотный. Плотность не написана, но как такой тоненький картон. Красивый. И вот его обратная сторона. Из этой же коллекции я взяла вот такой вот листик. А то я уже его... У меня один был такой, я его использовала. Хоть захотелось еще. И вот такой лист. А это коллекция Hair and There. И зачем-то, вот сама не знаю зачем, я взяла вот такой вот лист фигурный от Кайзер Крафт. Он тоже стоит совсем недешево. И я вообще не поняла, почему, что в нем такого. Ну, он, да, он как бы плотный, вроде как из картстока. Но просто вот вырезанный один такой лист. Я долго на него смотрела, зачем, зачем я его взяла. И он меня кое-что вдохновил. Я поняла, что хочу сделать альбом такой формы. Но, конечно, не сейчас. Сейчас у меня вообще нет на это времени. Но чтобы не забыть эту идею, я взяла акварельную бумагу. Обвела этот лист и раскрасила его алкогольными чернилками. Добавила немножечко текстурной пасты. От штамповочек восков примовских. И вот что у меня получилось. Смотрите, какой классный листик. Я хочу сделать вот из таких листочков альбом когда-нибудь. Может, через год. Не знаю, когда. Но вот этот лист будет мне лежать как напоминание того, что надо бы это сделать. А как раз лист от Кайзер Крафт. Я думаю, он пойдет на обложку и будет служить шаблоном. Так вот. Будет все это. Я надеюсь, красиво смотреться. Но пока все уходит на полочку. Еще я взяла бисер от Тимы. Вот так вот выглядит это. Ну, это даже не бисер, а прозрачные бусинки. Причем самые-самые обычные. Снова купила вот эти вот пакетики для ножей и штампов. Я уже их брала. И так оказалось, что все они заняты. Я решила взять еще. Очень удобно для меня хранить штампы и ножи в одинаковых пакетах, чтобы перебирать их как картотеку. И мне, в принципе, нравится такой способ. Поэтому взяла и маленькие, и побольше такие кармашки пластиковые. Также снова взяла вот такие вот баночки. Мне тоже достаточно удобно в них хранить всякое такое сыпучее. У них достаточно удачный размер. И если хранить что-то мелкое, например, глиттер, можно использовать как солонку. Тут есть маленькие дырочки и вот такое большое отверстие. Но сейчас крышка вот такая вот без отверстий. И есть прорези, где можно выломать кусочек, чтобы получилось отверстие. Но я не выламываю. У меня, в принципе, глиттер в своих родных коробках. А я храню в таких вот баночках в основном звездочки, пайеточки. Вот такое всю мелочушку. Я уже говорила, что я подсела на коллекцию от Прима Гаванна и купила себе еще вот такие вот цветочки из этой коллекции и такие камушки. Я думаю, что даже можно не говорить, что камушки просто волшебные. Давайте достану их из упаковки, чтобы бликует сильно. Вот такие вот они прикольные. И тут их 48 штук. Цветочков, кстати, в наборе тоже 48. Еще из Примы купила вот такие вот наборы листочков. Никогда их раньше не видела и решила пощупать, посмотреть их поближе. В каждом наборе 12 штучек. Давайте откроем, посмотрим. Мне самой очень интересно. В наборе вот такие вот красивые осенние листочки. Просто шикарные. Как настоящие вообще. И на ощупь такие мягенькие, приятные. Не могу сказать, из чего они сделаны, но покажу сейчас вам поближе. Один такой прикольный желудь. Очень качественная прорисовка. И вот такая вот обратная сторона. Что-то очень знакомое, но не могу сообразить, из чего они сделаны. Как будто тканевые, но не тканевые в тот же момент. Вот кто хорошо разбирается в разных подкладочных материалах и в тканях, думаю, поймет, из чего они. Смотрите еще на какой они шикарной подложке. Вот такой вот листочек Веллума, который также можно использовать в своих работах. Листочки просто волшебные. Ну, конечно, и цена у них не самая маленькая. И второй наборчик из вот таких вот зеленых листочков. Также они сделаны из такого же материала, как и первые. И очень тоже красивые. Взяла еще вот такую вот объемную сферу. Это тоже Прима. Взяла ее или для какого-то шейкера с объемными очень элементами, или для какой-то возможной инсталляции. Пока еще не знаю, но решила, пусть будет у меня в закромах. Вот такое вот чудо. И еще взяла высечки от Тима Хольца на ботаническую тему. В наборе их 83 штуки. И давайте откроем, посмотрим их поближе. Вот так вот. Вот такой вот интересный наборчик. Достаточно много элементов. И высечки очень такие интересные. Для меня необычно именно качество бумаги. Вот эта вот поверхность немножко такая шершавая, а вот эта вот полностью глянцевая такая, гладкая-гладкая. И встречаются одинаковые элементы разных форматов. Например, вот поменьше, вот побольше точно такой уже цветочек. Вот, например, тоже побольше и поменьше. Очень много бабочек, что меня обрадовало. Бабочки хорошо идут. И у меня обычно их не хватает. А тут вот есть тоже самых разных форматов, разных расцветок. Вот такие вот покупки были сделаны мной в сентябре. Надеюсь, что вам нравится такого рода видео. Желаю всем вдохновения. Спасибо, что смотрите у меня. И пока-пока. До скорых встреч.